Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. И мы принимаем благословение Божье, когда открываем его, и входим в покой и мир Слова Божьего. И мы открываем свое сердце и разум для откровения с небес. И мы благодарим Тебя за него во имя Иисуса. Аминь. Вы можете садиться. Давайте откроем сегодня наши Библии, и давайте начнем с 6 главы 2 послания Коринфянам. Мы говорим о праведности Божьей. Я хочу посмотреть сегодня на практическую сторону этого. Мы говорим о реальности праведности. Это величайшее благословение нового творения. Праведность является ключевым словом к Новому Завету. Она является ключевым словом ко всем посланиям апостола Павла. Праведность – это дар, который вы получаете в момент рождения свыше, в тот момент, когда вы делаете Иисуса Христа Господом в вашей жизни. Каждое чадо Божье. Каждое чадо Божье. Каждое чадо Божье. Святой Божий, который ходил с Богом много, много, много лет, занимает в праведности ничуть не более высокое положение, чем чадо Божье, которое родилось свыше всего 30 секунд назад. Потому что это праведность Божья. И это Он провозгласил нас правыми, привел нас в правильные взаимоотношения с нашим Небесным Отцом. Иисус – Сын Живого Бога. Он – праведность Божья. Каждое чадо находится в одинаковом положении перед Отцом. У нас у всех одна и та же праведность. И позвольте мне показать вам и Слово Божье. Это 6 глава, 2 Коринфянам, начиная с 14 стиха. Практическая сторона праведности – это, позвольте мне сказать это так. Одно из наиболее серьезных помех в молитве является недостаток знания того факта, что мы – праведность Божья. Разве вы не помните, Библия говорит, «Очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их». Когда я в первый раз это прочитал, я ничего об этом не знал. Я прочитал это и подумал, «Боже мой, если бы я когда-либо смог стать праведным, посмотрите, что бы я имел, я был бы мастером молитвы». Разве нет? Его глаза обращены к праведным, и Его уши открыты к их молитвам. Затем позже я узнал, что я уже был праведностью Божьей. Я пытался добиться того, что я уже имел. Понимаете? И недостаток понимания этого может серьезно калечить вашу молитвенную жизнь. Вы постоянно ждете, когда вы сможете достичь какого-то состояния благоволения со стороны Бога, так что Он ответит на вашу молитву. Некоторые люди думают, что Бог ответит на молитву маленького ребенка быстрее, чем на молитву взрослого. Есть другие люди, которые думают, что Он ответит на молитву взрослого быстрее, чем на молитву ребенка. Другие люди думают, что Он ответит на молитву пожилого человека быстрее, чем на молитву молодого. И все это не больше, чем просто плотское мышление, которое мы сами придумали, так ничего и не зная Словой Божьим. И что касается нашего знания праведности, мы были ограничены из-за религиозного использования этого слова. И были очень мало практически обучены в этом. Так что мы относили все, что имело отношение к праведности, к религиозным вещам, церкви и так далее. Это как и со словом «благодать». Если вы пойдете в страховую компанию, подойдете к страховому агенту и спросите его, что такое «благодать», он даст вам ее определение. Правильное определение. Это время, когда вы получаете то, что не заслужили. Но возьмите того же самого страхового агента, приведите его в церковь, и он уже не сможет ответить на этот вопрос, потому что он попытается ответить на него религиозно. Но Божья благодать – это благодать. Праведность нужно изучать, ходить в ней и развивать практическое ее использование каждый день. Наше мышление должно быть сформировано ею, так, чтобы мы смотрели на то, что нас окружает, на этот мир, через нее. Это все меняет. Крефло и Тэффи Доллар несколько лет назад пережили серьезную атаку. Возможно, некоторые из вас слышали о ней. Это было несколько лет назад. Я говорю о серьезной атаке. На него ополчились даже некоторые политики. Используя ту ситуацию, они пытались лишить его права быть пастором. Кое-кто пытался заставить его давать показания на бракоразводном процессе. Это было просто позорно. И там был судья, который вышел за рамки положенного. И говорю вам, был даже выдан ордер на его арест. Они собирались посадить его в тюрьму из-за того, они хотели посадить Крефла Доллара в тюрьму из-за того, что он не дал показания против члена своей церкви. Это было прискорбно. И в законах штата Джорджии оговорено, что нельзя заставлять проповедника или священника, или пастора давать показания против кого-то. И они зачитали это в суде. Но те все равно настаивали на своем. Это было просто ужасно. И Крефла Доллар сказал мне, «О, я верил. Я молился. Я исповедовал. Я сеял семя. Я делал все, что только знал, чтобы остановить это». И он сказал, «Я знал, что это была атака дьявола». Но, казалось, я никуда не продвигался. Вы когда-либо были в такой ситуации? Я был. Когда, кажется, вы потянули все рычаги, все веревки и все слова, которые вы знали, все, что вы только знали в Библии и все, что работало раньше, и вы видите, что вы не устанавливаете связь, что-то выключено. И вот две вещи, которые он сделал, на которые нам с вами действительно нужно обратить внимание. «Номер один». Он проверил себя. Вам всегда нужно это делать. Я не сказал «осуждать себя», я сказал «проверять себя». Посмотреть на себя со стороны. Писание говорит, если человек судит себя, он не будет судим. И он решил проверить себя и сказал, «Есть ли у меня во всем этом какая-либо горечь? Держу ли я против кого что-либо? Делаю ли я здесь что-либо? Или сделал ли я здесь что-либо, что не соответствует хождению в любви и хождению в вере? Если да, покайтесь, исповедуйте это, удалите это, и затем восстановите эту связь». И Крефло сказал, казалось, все было в порядке. Тогда я сказал, следующее, что я сделаю, я просто начну молиться в Духе Святом о мудрости Божьей в отношении этого. Мудрость – это главное. Это не просто что-то важное, это самое главное. И он сказал, «Я просто буду молиться в Духе, и я буду также молиться о даре истолкования». И он просто начал молиться там. И Господь послужил ему и напомнил ему, «Крефло, ты праведность Божья!» И он сказал, «Меня осенило». Да, у них нет никакого небесного права поступать со мной таким образом. Понимаете, вы можете либо отплатить естественным законом и начать подавать на всех в суд, либо вы можете войти в Дух и остановить это в Его корне. Это то, что христианам нужно, очень нужно научиться делать и в чем ходить. Практические аспекты этих могущественных сил, которые Бог вложил в наши руки. Оружия воинства нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Аминь. И он сказал, «Я сразу же остановился и сказал, «Сатана, я праведность Божья, сейчас же прекрати это! Ты не будешь со мной так поступать!» И Крефло сказал, что сила Божья сошла на него, и он установил свою связь. Он сказал, «Я знал, что теперь я подключен». И эти политики не только оставили его в покое. Вдруг начали всплывать разные их проступки. Один из них отправился в тюрьму. Второму тоже было предъявлено обвинение. Для меня это странно, что люди так нервничают из-за того, чтобы, возможно, не зайти в Боге слишком далеко. Но потом идут и живут как дьявол почти половину времени и не обращают на это внимания. Понимаете, по правде говоря, в действительности суть вся в том, что у них плотское мышление. Иисус приобрел и заплатил за все это для нас. И мы увидим это сейчас в этих местах Писания. Не будьте как тот гитарист, который как-то раз у меня был. Мы записывали песню. «Вестелл, тебе бы это понравилось». Мы записывали эту песню, и мы записывали ее несколько раз. Но она все равно звучала как-то не так. Я действительно не знал, в чем же было дело. Но она просто не звучала так, как мне бы хотелось. Сказал, «Ребята, мы можем сделать это лучше. Давайте еще раз». И тот парень, который сидел там и играл на гавайской гитаре, сказал, «А, для Евангелия сойдет». Я его уволил. И мне хотелось скормить ему эту гитару. Струна за струной. Но я поступил бы не лучше его, если бы я это сделал. Ничто не может сойти для Евангелия. Ничто не может сойти для Иисуса. Аминь. Где-то, походу, мы переключились с нашего желания сделать дом Божий, храм Божий превосходнейшим сооружением в городе на то, чтобы, знаете, он обошелся нам как можно дешевле. Где-то, походу, мы передумали. А как насчет этого храма? Как насчет вашего физического тела? Храма Духа Святого. Аминь. Как насчет тех обязанностей, которые у вас есть в этом плане? Несколько лет назад я исправил свою диету. Точнее, не я. Я отдал это в руки Бога. И Он исправил ее для меня. И Он научил меня тогда. Он сказал, «Ты лицемер». Я ответил, «О, нет, Господь». Он сказал, «Да, ты лицемер». Я тогда постился семь дней. И я сказал ему, «Я опощусь в отношении этой проблемы с избыточным весом». Он ответил, «У тебя нет проблемы с весом». Я удивился, у меня ее нет. Он сказал, «Нет, у тебя проблема с едой». Что ж, мне не сильно это понравилось. И шел уже пятый или шестой день поста, и Он действительно говорил мне об этих вещах. Он сказал, «Ты лицемер». Я ответил, «Должно быть, так и есть, раз ты так говоришь. Почему?» Он сказал, «Ты уволишь того, кто зальет в одно из твоих транспортных средств не ту марку масла, а тем более не то его количество или не тот тип». И ответил, «Да, ты прав». Он продолжил, «Но в свой рот ты кладешь еду, даже не читая этикетки на ней». Да, это я. Бог работал и поработал со мной в этом вопросе. Но Он уже долгое время говорил мне о физических упражнениях, и я не слушал. Я не хотел этого слышать. Я отыграл в молодости 12-13 сезонов футбол, и когда я закончил с футболом, я не хотел даже пытаться произносить слово «тренировка». Понимаете? Единственное физическое упражнение, которое я хотел делать, это ходить из гостиной на кухню. Мне не хотелось тренироваться. Я достаточно назанимался спортом, чтобы быть избитым и уставшим. И мне не хотелось больше к этому возвращаться. И Бог продолжал и продолжал и продолжал говорить мне об этом. И я, наконец, спросил, «Хорошо, в чем здесь вообще дело?» Он сказал, «Дух Божий, обитающий внутри тебя, пытается восстановить свой храм. Ты продолжаешь просить Его сделать это сверхъестественным образом. И Он это сделает, но ты не делаешь свою часть. Кроме того, если ты будешь молиться об этом, я изменю это для тебя». Я спросил, «Хорошо, как мне это сделать?» Он ответил, «Канет, я все эти годы учил тебя, что сила в твоем языке. Возьми Слово Божье, наполни им свои уста и обновляй свою юность». 102-й псалом. Я сказал, «Хорошо». И я начал это делать. И затем Он прислал мне людей, чтобы помочь. Я подумал, «О, это замечательно. Хвала Господу». Короче говоря, в последнее время я занимаюсь так, как будто собираюсь на Олимпийские игры. И я подумал, что если мировые спортсмены делают то, что они делают, чтобы получить награду, которую они завоевывают, которая не больше, чем просто маленькая круглая штучка, которую вешают им на шею, и несколько выкриков «Ура!» И вот мы ездим по всему миру, проповедуя Евангелие Иисуса Христа, принося людям жизнь, здоровье, счастье и радость Господа. Насколько же больше мы должны стараться делать свою часть в отношении того, что мы призваны делать? Насколько же больше? Кто-то скажет, «Да, брат Копланд, но Библия говорит, что физическое упражнение мало полезно». Что ж, зачем упускать даже малую пользу? Я подумал, «Я обращусь к другому переводу Библии и просто избавлюсь от этого, понимаете?» И знаете, что в нем говорится? Оно внесло полную ясность. Там говорится, «Физического упражнения хватает не на очень долго. Вы должны продолжать его делать». Аминь. Я сейчас нахожусь в самой лучшей физической форме, в которой я когда-либо был. В 64 года я начал все сначала. Слава Богу! Аллилуйя! Я сказал все это, чтобы сказать вам следующее. Каждый, кто будет делать то, что Библия говорит нам делать, если мы научимся давать, молиться, верить, слушать и быть послушными, преуспевание просветание на уровне духа, души, тела, финансовое, оно все там. Нам нужно научиться давать, молиться, верить, слушать и быть послушными. Да, просветание на уровне духа, души и тела, финансовое, все там. Оно уже там, в Царстве Божьем. Оно уже там, в духе. Оно уже есть там. Оно ближе, чем ваше дыхание. Вам такое даже и не снилось. Иисус сказал, ищите прежде Царство Божье и Его праведности. И это все приложится вам. Мы по-прежнему работаем на основании мирских представлений, что только у начальника может быть большой дом, машина и самолет. Но если вы будете послушны Богу, если вы будете делать то, что Бог говорит делать, если Он говорит вам, если Он призвал вас быть дворником церкви, вы можете иметь самолет точно так же, как и любой другой человек. Как-то раз ко мне подошла женщина и спросила, «Зачем дворнику самолет?» Я не знал, но я просто постоял там немного, заглянул внутрь себя, и Господь сказал, «В зависимости от того, что Он делает по выходным, возможно, он проповедует по всему миру. Позвольте спросить у вас кое-что еще. Зачем фермеру самолет?» Спросите Чарльза Кэпса. Чарльз продолжал и продолжал проповедовать по выходным. Потребовался самолет, чтобы делать то, что он должен был делать. Он был фермером. В конце концов, он начал так много проповедовать, что фермерство пришлось отложить в сторону. И Чарльз Кэпс проповедовал Слово Божие по всему миру. Слава Богу. И должен добавить, он один из лучших пилотов, с которыми я когда-либо летал. Пула Господу. Поэтому суть в следующем. Бог не нанимает вас на работу. Вы не наемник. Вы теперь это понимаете? Вы не наемник. Вы семья. Иисус сказал, «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Аллилуйя. Вы семья. Вы имеете на это такое же право, что и любой другой член семьи на небе и на земле. Если вы будете молиться, слышать, быть послушными и прилагать для этого максимум усилий, хвала Господу, «Он будет делать вас весьма преуспевающими». Почему? Боже мой, вот что я вам скажу. Есть только свидетельств, что мы с Глорией могли бы стоять здесь три дня, так и не присев и ни разу не повторив одну и ту же историю о том, что сделал Бог, делая людей преуспевающими. Мы заметили, что когда мы начали проповедовать в бывшем Советском Союзе, там люди ничего этого не слышали. Если вы сказали что-то, вы прочитали это из Библии, и вы сказали это, вы сказали им, как это делать, они будут это делать. Они не откладывают это на завтра, они делают это сегодня же. И они получают результаты. Одна женщина написала нам, она верила Богу, и скажу вам, Бог переселил ее из квартиры, в которой не было горячей воды, в хороший дом, и исправил, и наладил многое другое. И она написала и сказала, она извинилась передо мной Глорией. Она сказала, знаете, я не пошла дальше, и не начала верить о самолете. Понимаете, она слышала, как я говорил об этом, и использовала эту иллюстрацию, и она подумала, что она тоже должна была верить о самолете. И она сказала, во-первых, я не была уверена в том, где я буду его хранить, во-вторых, я не знаю никого, кто бы умел на нем летать, и в-третьих, я не помню, что именно было в-третьих, что-то еще, что у нее не вырисовывалось насчет него. Она сказала, по-вашему, это будет нормально. Я думаю, я оставлю самолет в покое. Я подумал, боже мой, вот бы найти американцев, которые настолько бы страстно желали верить Богу. И я нашел их. Слава Богу, я верю, что у нас тут целый зал. Тех, кто страстно желает верить Богу. Если остановиться и задуматься об этом, то Бог призывает вас делать то, что Он призывает вас делать только лишь потому, что Ему нужно, чтобы вы это делали. Если бы у нас была здесь семья, допустим, отец, у которого пятеро детей, и Он разделил весь свой бизнес между этими пятью детьми. они все владеют всем, что есть у их отца. И Он мульти, 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 миллиардер. И Он вызывает вас в один из дней и говорит, сынок, у нас возникли некоторые проблемы, с которыми нам нужно разобраться. Я хочу, чтобы ты поехал туда-то и туда-то, потому что ты разбираешься в этом лучше твоих братьев и сестер, и я хочу, чтобы ты поехал вот туда. За этим делом тоже нужно проследить. Я хочу, чтобы ты поехал и сделал это. Например, я хочу, чтобы ты поехал в Южную Африку. Я хочу, чтобы ты проверил там нефтепровод, потому что у нас есть некоторые проблемы с этим нефтепроводом. Я хочу, чтобы ты устроился там на работу. И его сын не скажет, я не могу туда поехать, они недостаточно платят там в этих джунглях, чтобы быть там слесарем, трубопроводчиком. Я не кажусь для этого, я... Какая ему разница, сколько там платят? И какая там зарплата, когда он зарабатывает миллион долларов в неделю? Другое дело. Если бы он не знал, где находится банк, если бы он не знал, сколько у него на счете денег, и не имел ни малейшего представления о том, для чего кто-то его туда отправил, и это та проблема, которая есть у людей. Он не знает, как получить то, что уже принадлежит ему, потому что это не его. Он не зарабатывает это, это приходит по благодати. Бог дал ему все, что у него есть. И мы можем принимать от Царства Божьего. Его отец говорит, поезжай туда и проверь это. Я хочу, чтобы ты понаблюдал за тем мастером там. Ты можешь звонить мне каждый вечер и давать отчет. Что бы тебе ни было нужно, скажи мне, и я вышлю это. И вы можете найти в Писании все, что я здесь сказал, понимаете? Мы семья. Аминь. Ему нужно, чтобы один делал одно, второй другое. Вы нужны ему там. Это не означает, что вы получите меньше другого. О, просто подумайте о том, почему он призвал Крефла Доллара быть на телевидении по всему миру. Что ж, хочу вам сказать. Крефла благословлен, я благословлен. Мы все благословлены и ходим в вещах Божьих. Но я говорю вам, Бог призвал женщину в Нигерии, которая продавала отработанное машинное масло в бутылках на обочине дороги. И там это считалось жалким занятием. Ниже этого уже некуда опускаться. продавать это отработанное масло, торговать им в разнос, пропускать его через какие-то фильтры, через какой-то старый бумажный фильтр, и потом стоять на обочине дороги и торговать в разнос этим отработанным маслом. Но она попала там в церковь и родилась выше, исполнилась Духом Святым и начала учиться тому, как сеять и жать и верить Богу. И она начала молиться, спрашивая у Бога, что он хочет, чтобы она делала. Знаете, что он сказал ей делать? Он оставил ее заниматься машинным маслом. И пастор встретил меня в аэропорту на белом Мерседесе. Я сказал, о, красивая машина, Винс. Где ты ее взял? Он ответил, мне дала ее одна женщина из церкви. И это была эта женщина. Она начала собирать всех тех людей, которые стояли вдоль дороги и продавали отработанное машинное масло. Она начала приводить их ко спасению, и они исполнялись Духом Святым и присоединялись в церкви. Она организовала их всех и начала свой бизнес, где они уже правильным образом отфильтровывали это масло и делали из него хорошее масло. А потом она начала заниматься уже новым машинным маслом и она преуспевала. Но Бог оставил ее в той сфере, в которой она и была. Но благодаря ей очень много людей родилось выше. И она купила пастору новый Мерседес. Думаю, это замечательная идея. Почаще к людям должны приходить такие идеи. Давайте сегодня начнем с 6 главы 2 послания Коринфянам. Мы говорим о праведности Божьей. Я хочу посмотреть сегодня на практическую сторону этого. Божьей. Мы говорим о реальности праведности. Это величайшее благословение нового творения. праведность является ключевым словом к Новому Завету. Она является ключевым словом ко всем посланиям Павла. Праведность это дар, который вы получаете в момент рождения свыше. В тот момент, когда вы делаете Иисуса Христа Господом вашей жизни. 2 Коринфянам 6 глава. Начните делать пометки в своей Библии. Конспектируйте по ходу того, как мы будем это читать. Возьмите запись этой проповеди и возвращайтесь к ней снова и снова, пока это не станет больше, чем просто осведомленностью об этом. 14 стих. Не преклоняйтесь под чужое ермо или не заключайте завет с неверующими, ибо какое общение, какое партнерство, какое общение, вот это слово общение является тем же самым словом, определение которого я зачитывал на собрании для партнеров. Друг или товарищ, партнер по завету, человек того же ранга, положения или уровня, и они соединяются вместе, чтобы разделять общие интересы и опыт, товарищеские отношения, в приятной атмосфере на равных условиях. С неверующим нет равных условий. не преклоняйтесь под чужое или неравное ермо с неверующим. Я хочу, чтобы вы здесь кое-что заметили. Я хочу, чтобы вы увидели различие, которое Слово Божие проводит между верующим и неверующим. Тем, кто сделал Иисуса Христа Господом своей жизни, и тем, кто не сделал Иисуса Христа Господом своей жизни. Речь не об апостолах, не о пророках, речь о верующих. Те великие и замечательные вещи, которые произошли в жизни Петра, произошли не потому, что он был апостолом. Он сказал это в книге Деяний у красных дверей храма. Когда у того храма укрепились ноги, он встал и пошел и начал прыгать в храме. Петр сказал, мужи израильские, что вы смотрите на нас, как будто бы мы своей святостью или своим призванием сделали то, что он хочет? Нет, он сказал, этого человека укрепила вера во имя Иисуса. Это произошло с ним не потому, что он был апостолом. Это произошло с ним потому, что он был верующим. Слава Богу! Ухватитесь за это. Я сказал как-то раз Господу, о да, Господь, но это был апостол Павел. Бог ответил, ну и? Я не выкрутился. Ну и? Аминь. Итак, я хочу, что вы заметили это различие между тем, кого Слово Божие называет неверующим и кого Слово Божие называет верующим. Заметьте следующее. Какое общение праведности с беззаконием или неправедностью? Оно называет верующего праведностью, а неверующего неправедностью. Что общего у света со тьмой? Оно называет верующего светом, а неверующего тьмой. И если Слово Божье называет вас таковыми, вы должны адаптировать для себя такое мышление. Не высокомерно или не в какого-то рода духовной гордости. Я говорю о том, что это отождествление, это то, кем вы являетесь. Какое согласие между Христом и... Если вы просто пробежитесь, поэтому вы пропустите то, что здесь говорится. Какое согласие между помазанным и... Там не говорилось об Иисусе, там говорилось о верующем. Какое согласие между теми, кто помазан и велиаром? Или какое соучастие того, кто верит с неверным? Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас и буду вам отцом, и вы будете моими сынами, чарями, говорит Господь Сидержитель. О, слава Богу. Я ходил по своей маленькой спальне в том маленьком доме, в котором мы жили, в Талсе, много лет назад. Я нашел это местописание, я читал его, я сказал, он будет ходить во мне, Боже мой, Бог будет ходить во мне. Я стоял в своей комнате и подумал, о, его ноги в моих ногах, его руки в моих руках, его глаза за моими глазами, его уши в моих ушах. Он сказал, я буду ходить в вас, я вселюсь в вас, я буду ходить в вас, я буду вашим Богом. Когда? Когда вы занимаете свое место, как кто? Как праведность, свет, помазанный верующий, храм Божий. Вы должны думать об этом, когда идете молиться. Вместо того, чтобы опускаться на свои колени и начинать жаловаться, причитать и ныть, о, Бог, я такой недостойный, о, я не заслуживаю получать твои ответы на свои молитвы, я просто такой нехороший, я просто маленький червь в земле. о, Боже мой. Примите спасение. О, брат Коплант, я спасен уже многие годы. Тогда, похоже, вам пора было бы знать кое-что получше. Вы делаете это только лишь потому, что пытаетесь обманом заставить Бога что-то для вас сделать. Это самое худшее, что только можно делать, пытаясь заставить Его что-то сделать. А именно, говорите, может, у кровь Иисуса не сработала. И вот вы рождены свыше, и вот вы червь в земле. Перестаньте. Вам следует обновлять себя на основании подобного рода мест Писания. Прежде, чем вы идете молиться, прежде, чем вы идете проповедовать, прежде, чем вы идете на работу, прежде, чем вы идете служить людям, прежде, чем вы выходите на люди. Вам следует обновлять свое мышление на основании таких мест Писания. Я праведность Божья. Я храм Духа Святого. Он во мне. Номер один. Я не буду препятствовать Ему. Номер два. Я буду следовать Его путем. Номер три. Если Он хочет использовать этот храм, я готов. Аминь. Мне не нужно идти туда, преклонять колено перед этим миром и просить у них средства к существованию. просить их дать мне взаймы достаточно денег, чтобы сделать то, что я хочу сделать. Особенно что-то, что Бог сказал мне сделать. А как еще я это получу? Из этой книги. Но вы никогда этого не получите, пока не начнете жить в этом. И оно не начнет жить в вас. Иисус сказал, «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете просить, и будет вам». Будет вам. Но вы должны пребывать. И эти слова должны пребывать. Вы должны читать такие места Писания и говорить, «Хорошо, я знаю, что я верующий, и теперь никто не будет со мной спорить. Я знаю, что я верующий». Но, Господь, что касается этой праведности, «О, я хорошо, я не чувствую себя праведным. Я знаю, я не выгляжу таким уж праведным. Но ты сказал это здесь, поэтому я принимаю это. Я соглашаюсь с этим. Я... Я был сделан праведностью Божьей. И здесь говорится помазанным». 20 и 27 стихи 2 главы 1 послания. Иоанна. Говорят, «Помазанье, которое вы получили от него, сейчас пребывает в вас». Оно сейчас внутри вас. Помазанье Божье прямо сейчас внутри вас. Именно поэтому мы названы телом Христовым. Тело помазано так же, как и его глава. Аминь. Позвольте этому помазанию выйти наружу. Ходите в нем. Вы никогда не будете ходить в нем, если вы духовно боитесь заявить о своих правах на свое место. Изучите 90-й псалом. Обратитесь к нему и изучите это. И не просто читайте его. Возьмите симфонию и посмотрите в ней эти слова. Вы находите то место, где говорится о том, что мы живем под кровом Всевышнего. И вы находите в нем такого рода слова. Те, кто заявляет о своих правах на свое место под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего. Оно начинается со слов «Говорит Господу». И затем Он избавит вас. Прочитайте его в расширенном переводе Библии, изучите его. Изучите его, используя симфонию, и посмотрите, как именно там это говорится. Это удивительно, но вы должны занять свое место. Займите свое место. Давайте вернемся вот сюда. Нет, позвольте мне закончить говорить об этом. Господь пока еще не позволяет мне с этого переключиться. Я ходил там по своей спальне, и я понял это. Я сказал, когда я подхожу к какой-то опасности, Он подходит к ней вместе со мной. Он там. И до этого я действительно был робким в отношении того, чтобы возлагать руки на людей или свидетельствовать кому-то. В тот вечер, когда я был крещен Духом Святым, мы были на небольшом собрании. Мы с Глорией были спасены всего несколько дней. И они пригласили выйти вперед тех, кто хотел получить крещение Духом Святым. А мои родители сидели прямо за нами. И вы понимаете, я чуть не пошел в ад, и я знал это. И я принял решение, так, все, я больше не буду этого делать. Я повернулся к маме и спросил, мама, мне следует это получить? Она ответила, тебе следует это получить. Я вскочил и побежал. Я понятия не имел, о чем они говорили. Но я собирался выйти вперед и получить это, что бы это ни было. Я вышел вперед, и, конечно, люди там молились, и Глория просто проследовала за мной. Мы вышли вперед, и женщины молились за нее, а мужчины молились здесь. Я не знал, что они хотят, что бы я сделал, я просто стоял там. И одни из них говорили, жди, брат, другие говорили, отпусти. А я никак не мог разобраться. Никто ни разу не сказал мне что-либо о Писании или еще о чем-то. Я не знал, во что верить. Я не знал, что они хотели, что бы я делал. В конце концов, они, похоже, махнули на меня рукой, а женщины все еще продолжали молиться за Глорию. И доктор Билл Рид, он был крещеным, Духом Святым, хирургом. И это было его собрание. Он проводил там это собрание, и доктор Рид был смелым. Он был настолько смелым. Доктор Рид схватил меня за руку и сказал, пойдем помолимся за Глорию. Я ответил, хорошо. Мы подошли туда, все стояли вокруг Глории, и молились. Те женщины просто молились за нее в Духе Святом. Мы подошли туда, и доктор Рид сказал, возложи на нее свою руку. Я ответил, нет, я этого не делаю. И я отошел немного назад. Мой папа был дьяконом в Первой Баптистской Церкви. Единственное, что я знал, это как стояли дьяконы. Как они стояли. Один стоял вот здесь, а второй стоял там позади. Это мой папа, там, позади. Пусть они молятся. Все в порядке. Я всецело только за. Доктор Рид сказал, возложи на нее свою руку. И ответил, нет. Я постоял там секунду, и он сказал, возложи на нее свою руку. И я резко вытянул вперед свою руку. Говорю вам, он меня там шокировал. Я просто сильно ударил Глорию в спину прямо между лопаток. Я ударил ее. И как только моя рука коснулась ее, сила Божья прошла через меня, как молния. Скажу вам. Божья. О, слава. О, Божья. Аллилуйя. Я отошел, чтобы сесть на стул. И тут подошел доктор Рид. Он подошел ко мне. О, Боже. О, слава. Боже. И он сказал, перестань говорить на английском языке. Я ответил, и Глория не получила. А я получил крещение Духом Святым. Она получила его следующим вечером. И в тот вечер я должен был вернуться в Литл Рок, штат Арканзас. Говорю вам, я никогда в своей жизни не переживал ничего подобного. О, Божья так рад, что я спасен. Аллилуйя. Я получил это, что бы это ни было. Я сел в тот вечер в самолет и направился обратно в Литл Рок. Была красивая зима. Январь 1963 года. На небе не облачко. Чистое небо. На любой высоте можно было видеть на 250 километров вперед. Звездная ночь. Я просто летел там один. Я сказал, о, Господь, Боже мой, вот что я сделаю. Я сделаю это снова. Я сказал, я не знаю, я не знаю, что это такое, я этого не понимаю. Но я сделаю это снова. Я сказал, если ты благословляешь это, что ж, я буду продолжать это делать. Если ты не благословляешь это, что ж, тогда, полагаю, на этом оно и закончится. Я не знал Писание. Вы понимаете это? Когда я принял спасение, я не знал, где была моя Библия. Глория знала. Она нашла ее. И благодаря ей приняла спасение за две недели до того, как я принял спасение. И я этого не знал. На каждый день рождения мама присылала мне Библию. На каждый день рождения я получал Библию. И на первой странице этой Библии мама написала место Писания. И Глория открыла, прочитала его и приняла спасение. А я ничего об этом не знал, понимаете? Я узнал об этом только через две недели. И принял свое спасение. И вот я летел там. Я сказал буквально слово или два, и вот оно снова пошло. Дорогой Господь, я летел на автопилоте. Я сидел там и просто наслаждался этим временем. И вот уже показался город Биттл-Рок. И я посмотрел, посмотрел вниз. Мне оставалось порядка 35 километров. Мне нужно было связаться с диспетчерским пунктом. И мне стало интересно, что они услышат. Я подумал, Господь. Я сказал, я не знаю, на каком языке я скажу эти слова. Тебе придется либо отстроить меня, либо отстроить их уши. Либо еще что-то, но мне все равно. Должен вам сказать, к тому времени я был так счастлив. Мне было все равно, на каком языке у меня вырвутся эти слова. Я нажал кнопку микрофона и сказал, диспетчерский пункт Литтл-Рока. Я подумал, а, все прозвучало как нужно. Я не знал. Тогда я впервые осознал, что верующие в Иисуса и в Духа Святого контролируют это. Верующий сам. Аминь. И когда я приземлился, я вышел из самолета, и я хочу, чтобы вы знали, я танцевал по всей той площадке. Я был так рад и счастлив. Что ж, я хотел, чтобы вы увидели, что вот откуда я пришел. И позже, читая это местописание, я начал осознавать, что когда я подхожу к какой-то опасности, он подходит к ней, вместе со мной. Когда мне нужно двигаться в каких-то вещах божьих, он прямо там. Он не где-то там на небесах. Каждый раз, когда я молился, я думал, что это звучало действительно хорошо. Для меня оно действительно звучало хорошо. Это намного превосходило все остальное. Что я делал? Я дошел до того, что когда я садился в самолет, я начинал полет, и мне было все равно, слышали мои пассажиры или нет, но прежде чем отправиться в полет, я говорил, «О Господь, во имя Иисуса, я уверяю этот самолет в твои руки, будь со мной в этом полете». Полетели. И позже я узнал, что Бог сказал, «Никогда не оставлю и не покину тебя». Я подумал, я впустую тратил свое молитвное время. Он уже сказал, что никогда не оставит и не покинет меня. Аллилуйя. И с тех пор я по сегодняшний день делаю это. В конце взлетно-посадочной полосы я говорю, «Иисус!» Полетели. Аллилуйя. Аминь. Я просто прославляю и благодарю тебя, что ты никогда не оставляешь нас, ты никогда не покидаешь нас. Тот-то во мне больше того, кто в мире. Аллилуйя. Постоянно сознавайте это. Вскоре после этого мне позвонил мой друг. Он жил в таком же доме с Анфиладой, что и я. Наши оба дома принадлежали одному и тому же владельцу. Знаете, некоторые из вас смотрят на меня так, как будто вы не знаете, что такое дом с Анфиладой. Я прекрасно знаю, что в штате Теннесси люди знают, что это за дом. Возможно, здесь есть люди из каких-то других мест. Дом с Анфиладой – это дом, в котором вы можете встать у входной двери, взять дробовик и выстрелить из него в дверь на противоположной стороне дома, ничего при этом не задев. Просто маленький домишко. Аминь. И он позвонил мне и сказал, «У меня здесь в доме человек одержимый бесом». И мне нужно рассказать, что этому предшествовало. Единственный раз, когда я сталкивался со злым духом, это было вскоре после того, как я получил крещение Духом Святым. И, как я уже говорил, я ничего, ни о чем не знал. Моего друга, пастора, как-то вечером попросили после служения послужить одной женщине. Я пел на его собрании. И его попросили послужить матери одной женщины, которая была на грани комы и была готова умереть. Она не была в коме, но она никого не узнавала. Она вот-вот могла отключиться, и та женщина хотела, чтобы за нее помолились. И мы отправились туда, и в то время я весил порядка 110 килограмм. Мы подошли к ее кровати. И вот я снова был там просто в качестве наблюдателя. Мы подошли, никто не мог понять то, что та женщина говорила уже на протяжении дней. И мы подошли к ней, и она весила порядка 35 килограмм. Кожа до кости. Женщина, которая вот-вот умрет. Чарли стоял вот здесь, с дочерью той женщины. Я просто стоял у ног кровати, чтобы не мешать. И я подошел ближе. Это маленькая старая женщина. Немного приподнялась, ее глаза стали вот такими большими. Она сказала, «Больной мальчик! Больной мальчик! Больной!» У меня мороз по всей коже пробежал, сверху донизу. Боже мой! Я никогда ничего подобного в своей жизни не слышал. Я никогда не слышал, чтобы демонический дух говорил таким образом. Я до смерти испугался. Сказал, «Да, я верю вам!» Я просто вышел из комнаты. Я не собирался оставаться там с этим привидением. Дорогой Господь! Я вышел на улицу, и когда я вышел наружу, когда я вышел из-под влияния этого беса, я был смущен. Я сказал, «Боже мой! Вот стою я, весящая почти 110 килограмм, и женщина, весящая 35 килограмм, и не могущая встать в кровати, выгнала меня из той комнаты». Я сказал, «Господь, тебе придется научить меня в отношении этого». Это последний раз, когда я убежал от беса. Я никогда больше не убегу. Тебе придется мне помочь. Я ничего об этом не знаю, но я хочу знать. И я говорю тебе прямо сейчас, я больше ни от одного из них не убегу. Я вернулся в ту комнату и стоял там. Она больше ничего не делала. Прошло не так уж много времени, и мне позвонил тот мой друг, но я уже несколько продвинулся в этом. К тому времени я учился в университете Орла Робертса, и я нашел это местописание, которое я вам прочитал. Он во мне. Он ходит во мне. Он будет моим Богом. И я понял, я праведность Божья. Бог живет во мне. И мой друг позвонил мне и сказал, «У меня в доме человек, одержимый бесом, и мне нужно, чтобы ты пришел и изгнал из него этого беса». И он рассказал мне всю историю. Я отправился к нему. Я сказал, «О, Бог, вот я иду туда. Тебе придется мне помочь. Я не знаю, что и как. Просто помоги мне, хорошо?» И я зашел туда, и вот еще один самый жутко выглядящий человек, которого вы когда-либо видели. Я попытался поговорить с ним, но я с таким же успехом мог, знаете, и разговаривал с животными, с которыми было легче найти понимание, чем с тем кадром. Я был просто где-то там, в каком-то другом мире. И я не знал, я просто действовал по обстановке. Я устал с ним разговаривать, и я подумал, что ж, я просто изгоню из него этого беса. Я не могу с ним разговаривать до тех пор, пока он в нем. Я сказал, «Во имя Иисуса!» И потянулся вот так, и он ударил меня в челюсть. Вы можете себе представить, он замахнулся на меня, ударил меня прямо в челюсть. И вы должны понимать, прошло не так много времени с тех пор, как я принял спасение. Я даже не остановился, чтобы подумать об этом. Это было результатом 30 лет, проведенных на улице. Бам! Я имею в виду, я задал тому бедному парню. Я вбил его в стену. Я схватил его, вырвал из той дыры, и он упал на пол. Я присел, я сел на него и изгнал из него беса. Слава Богу! Я не рекомендую такой метод. Он не по Писанию, но я не отступил. Благодарение Богу. О, Господь! Я подумал об этом. Я был так... Я сказал, «О, Бог, исцели этого человека!» И это было сверхъестественное. И это не причинило ему вреда, понимаете? О, я ударил его. Боже мой! Но он сказал, что, похоже, это не причинило ему никакого вреда. Благодарение Богу, Бог защитил его. Чем больше я осознавал, тем больше я размышлял над этим. И размышлял над этим. И размышлял над этим. Проводил время в своей молитвенной комнате. Сидя в своей молитвенной комнате, думая об этом, думая об этом, Бог во мне. Творец вселенной во мне. Подходя к зеркалу, чтобы побриться, или просто проходя мимо зеркала, останавливайтесь. Смотрите прямо себе в глаза и говорите, это рожденный свыше человек. Тот, кто в нем, больше того, кто в мире. До тех пор, пока это не станет для вас реальностью. Затем начинайте практиковать присутствие Божье. Не говорите с Богом, как будто вы являетесь каким-то приемным ребенком или сиротой. Не говорите с ним так. Во-первых, это грубый, ужасный тон. Чтобы разговаривать так со своим отцом. Отцом Небесным. Он заплатил за вас огромную цену. Разговаривайте с ним. Практикуйте его присутствие. Постоянно. Постоянно разговаривайте с ним. Постоянно общайтесь с ним. Общайтесь. Говорите с ним о своей одежде. Спрашивайте его, «О чем ты сейчас думаешь? Что ты сейчас делаешь?» И он, в свою очередь, исполнит свое слово. Если мы, как написано, пробудимся к праведности и не будем грешить. Вы осознаете, что он в любом случае всегда там. Но самое прекрасное в этом то, что вы развиваете взаимоотношения с ним. Вы развиваете практическую жизнь с ним. Мы продолжаем говорить о праведности Божьей. Я хочу посмотреть сегодня на практическую сторону этого. Мы говорим о реальности праведности. Это величайшее благословение нового творения. Праведность является ключевым словом к Новому Завету. Давайте откроем третью главу послания к римлянам. Мы должны завершить эту тему. Я хочу прочитать эти места Писания. Вы просто будьте как орел. Просто прыгните со скалы и начните лететь. Аминь. Боже мой, это секрет. Третья глава о римлянам является секретом успеха всех тех великих людей веры, перечисленных в 11 главе послания к евреям. Всех тех людей веры, святых Божьих. Я собираюсь поделиться с вами секретом их успеха. Дальше в 4 главе нам рассказывается об Аврааме. Но посмотрите 3 главу, 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда или праведность Божья, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда или праведность Божья через веру в Иисуса помазанного и через его помазание во всех и на всех верующих». «Ибо нет различия». Не то, чтобы у одного был высокий стандарт праведности, а у другого низкий. Нет. «Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание или праведность даром по благодати Его искуплением в помазании Иисуса, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру, для показания правды или праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долга терпения Божья к показанию правды или праведности Его в настоящее время. «Доявится Он праведным и оправдывающим или делающим праведным верующего в Иисуса». Слава Богу вовеки! А теперь перейдем к 16 стиху, 4 главы. «Итак, по вере, что было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам». Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие». Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, «Так многочисленно будет семя Твое». И, не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти 100-летнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что «вменилось ему», но и в отношении к нам. «Вменится и нам, верующим, в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, Господа нашего». В своей Библии над словом «нам», в маленьких скобках я написал «мне». Вменится и «мне», верующему в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, Господа моего, Который предан за грехи мои и воскрес для оправдания моего или для моей праведности. «Итак, оправдавшись или будучи сделанными праведными верою, мы имеем мир с Богом». Как только вы начинаете верить, что вы праведность Божья, вы перестаете думать, что, возможно, Бог злится на вас, что, возможно, вы не нравитесь Богу так, как Ему нравятся все остальные. В конце концов, вы просто маленький вы. Нет, вы не маленький вы, вы были рождены свыше. У вас есть величие Бога, на вашей жизни есть печать вечности. Аллилуйя. Слава Богу! Вы были сделаны праведностью Божьей. И чем быстрее вы начнете действовать на основании этого и занимать свое место, тем быстрее дьявол будет реагировать, когда вы говорите, и удаляться из вашего присутствия. Потому что это не вы говорите. Итак, мы здесь в послании к римлянам. Давайте продолжим двигаться дальше. В пятой главе. Посмотрите на пятнадцатый стих. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного, Адама, подвергли смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса, помазанного, преизбыточествуют для многих. и дар не как суд за одного согрешившего. Давайте перейдем к семнадцатому стиху. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более благодать Божья и дар. 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 Что это? Это дар благодати. Дар по благодати. Вы не можете это заработать. Даже если вы будете жить триста лет, вы не можете это заработать. Бог дал это вам. Дар приемлющий обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса помазанного. Посему как преступлением одного всем человеком осуждения, так правдой или праведностью одного всем человеком оправдания или дар праведности к праведности жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Праведными многие. Аллилуйя. И не останавливайтесь на этом. Обратитесь к 10 главе послания к римлянам. Боже мой, обратитесь к ней и прочитайте 6 стих. А праведность от веры так говорит. Праведность говорит. Это говорит не Билл Смит, не Кеннет Копланд, не Орл Робертс, не Кеннет Хейген. Это говорит праведность. Когда я впервые оказался в комнате для больных на собраниях Орла Робертса, мне поручили пойти туда. Я должен был внимательно слушать то, о чем проповедовал Орл Робертс, затем пойти туда и передать им основные пункты его проповеди до того, как он туда придет. Он приходил туда и возлагал руки в той комнате для больных на тех людей, которые не могли находиться в собрании, прежде чем идти возлагать руки на людей в собрании. И я должен был напомнить им основные пункты проповеди и приготовить их тому, чтобы на них были возложены руки и сказать им высвободить свою веру, когда пророк Божий возложит на них руки. Это то, что я должен был делать. И в первый день Орл Робертс вошел туда. Собрания проходили в большой палатке. И комнатой для больных служила маленькая палатка. Он вошел туда, и когда он вошел, я отошел назад, чтобы не стоять на пути. А он подошел прямо ко мне, схватил меня за плечо вот так и потянул меня к себе. Он сказал, ты будешь возлагать руки, и ты будешь молиться. И я знаю, я побледнел, потому что он посмотрел на меня, я мог это чувствовать, Боже мой, я вам гарантирую, я стал таким белым, что мог светиться в темноте. Вся кровь отклынула от моего лица, и он посмотрел на меня, улыбнулся. Он сказал, не волнуйся об этом, если ты ошибешься, я буду рядом, я все исправлю, все будет в порядке. Я сказал, хорошо. Мы собирались начинать молиться, и первой, к кому подошли, была женщина, умиравшая от рака. У нее была опухоль в желудке, она была очень маленькой, за исключением той огромной опухоли в желудке. Она была настолько слаба, что медсестра должна была, упершись ей руками в спину, повернуть ее вот так на бок, чтобы на нее возложили руки. Я подумал, Господь, почему я должен начинать с этого? Я подумал, ну что ж, начнем? И Орл сказал, не прикасайся к ним, пока ты не будешь готов высвободить свою веру. Хорошо. Я подумал, он проповедовал о точке контакта. Понимаете? Я подумал, моя точка контакта это имя Иисуса. Когда я произнесу его имя, я высвобожу свою веру и возложу на нее руки. Я делаю так и по сегодняшний день, спустя столько лет, если только Бог не ведет меня действовать как-то иначе. Я подошел к ней и сказал, во имя! И прежде чем я успел сказать Иисуса, прежде чем я коснулся ее, говорю вам, у меня в голове промелькнула мысль, о, лев из колена Иудина. Я имею в виду, что Орл Роберт стоял прямо за мной. Но это было что-то настолько мощное, настолько сильное, мне показалось, что это сотрясло всю палатку. Он сказал, во имя Иисуса, которому я принадлежу и которому я служу. Ты не чистый дух, убери свои руки от того, что принадлежит Богу. Та женщина вскочила и выдохнула, выплюнула ту опухоль на опилке, лежавшей на полу той палатке. Эта опухоль напоминала большую медузу. она вскочила из каталки и начала бегать по палатке. Эта женщина, которая не могла сама даже приподняться, она бегала по палатке и кричала, я исцелена. У нее больше не было большого живота. Я хочу вам кое-что сказать. Это говорил не Орл Робертс. Я с тех пор понял, изучая то, чем я делюсь сегодня с вами. Духовное применение этого, практическое применение этого в жизни состоит в том, чтобы стать настолько сознающими и обновить свой разум в отношении того факта, что это говорите не вы, это говорит праведность Божья. Праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть помазанного свести, или кто сойдет в бездну, то есть помазанного из мертвых возвести. И каждый из нас это делал. Вы точно в числе таковых. О, Господь, неужели ты не видишь, какой я неразберихи? Бог, неужели ты не понимаешь, как мне больно? Неужели ты не видишь, как я болен? Библия говорит, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получаете. Вы это просите? Иногда бывает, что боль побеждает вас, все ваши благие намерения и все остальное. Она изматывает вас, или ваш ребенок там, во грехе, или ваш брак на крайне граха. О, Господь Иисус, если бы ты только мог, о Бог, если бы ты только, о Иисус, я слышал о том, как ты являлся людям, я слышал о том, как ты приходил в видение, если бы ты только мог прийти и возложить свою руку на мою голову, когда у меня жар, если бы я только мог увидеть тебя, я знаю, что я смогу поверить. Это не говорит праведность. Праведность веры говорит, не говори так. Восьмой стих. Что она говорит? Праведность от веры или праведность веры говорит, близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Слава Богу! И в заключение этого я вам кое-что скажу. Евангелие от Иоанна 1 глава. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и без него ничто не начало быть, что начало быть. И слово стало плотью и обитало с нами. Вернемся назад, я процитирую вам это еще раз. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, оно было вначале у Бога, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Бог Слово, Бог Отец, Всевышний Бог, Бог, Сын Иисус из Назарета, Бог Дух Святой. Хочу вам сказать, вот это записанное слово, является таким же проявлением Бога, как и Отец, Сын и Дух Святой. Это проявление всех их троих. И вы, мои братья и сестры, Дух Святой парил над милой Марией, в ней было зачато святое. Когда вы сделали Иисуса Господом в своей жизни, Дух Святой парил над вашим телом, и вас было зачато существо, которое никогда раньше не существовало, до того, как вы родились свыше. Праведность Божья. Праведность Божья. Вкладывайте туда Слово Божье. Вкладывайте туда Слово Божье. Бог дал вам право. Бог дал вам разрешение. Бог назвал вас своим именем, крестил вас, своим духом, дал вашему разуму свое помазание и дал вам право вкладывать его сильное, святое, созидающее Слово в ваше сердце и в ваши уста и разрешил вам говорить его. И благодаря этой святой крови он посредством завета соединил вас с собой и он говорит дьяволу этот человек так же праведен как и я и когда он говорит ты убегаешь и то местописание не просто говорит противостаньте дьяволу и убежит от вас там говорится покоритесь богу а вы должны подчинить себя этому слову оно должно стать окончательным авторитетом вашей жизни вы не можете играть в эти жульнические игры играть церковные игры или в сексуальные игры или финансовые игры или еще во что-то в этом роде так вы пытаетесь жить двумя жизнями вы не созданы для двойной жизни вы созданы жить этой жизнью как иисус вы созданы жить и ходить в святости божьей вам не нужно пытаться быть святыми перестаньте пытаться быть святыми и пробудитесь к праведности сделайте слово божье окончательным авторитетом своей жизни подчинитесь его власти и ходите с ним ходите с ним позвольте вещам божьим подняться внутри вас аллилуйя ваше тело придет тому что оно больше не захочет ничего из этого мусора люди которые святые в кавычках своей собственной силой вы не можете перестать грешить когда подходите к этому по плоти даже несмотря на то что вы не делаете то и вы не делаете это и вы не делаете то то и вы не делаете то то и вы не делаете это вы тут действительно имеете дело с запретом И вы можете никогда этого не делать Но сам факт того, что вы делали это по плоти Достигали этого по плоти Является грехом Расслабьтесь и обратитесь к Слову Божьему Ходите в нем И вы не будете чего-то делать Не потому, что нельзя это делать А потому, что вы не можете это делать Он не будет говорить с вами о том Что вам лучше прекратить делать то и прекратить делать это Он начнет говорить вам, что Он хочет, чтобы вы делали Не то, что Он хочет, чтобы вы не делали А что Он хочет, чтобы вы делали Чем больше вы в этом ходите Вы когда-нибудь задумывались о том факте, что плод духа? Ой, я не собирался сегодня заходить в этом так далеко Но ваш духовный человек Если бы вы могли выйти из своего тела Это и есть настоящий вы И мы смогли бы вас узнать Как-то раз кто-то у меня спросил Мы сможем узнать друг друга, когда придем на небо? Будем ли мы знать друг друга? Что ж, вы бы знали меня, если бы мы были в Далласе Если вы знаете меня сейчас Вы будете знать меня и потом Если вы не знаете меня сейчас, вы не будете знать меня и потом Мы должны познакомиться Вы не превратитесь во что-то другое, когда придете на небо Там нет людей, которые превращаются в ангелов Там такого нет Ангелы находятся в совершенно другом духовном классе И они не сотворены выше вас Они сотворены ниже вас Человек опустился ниже Когда подчинился ангелу И Иисус должен был спуститься ниже уровня ангелов Для того, чтобы добраться до нас Но Он воскресил нас, чтобы мы могли сидеть с Ним на небесах Слава Богу Если бы вы могли увидеть меня Если бы я мог встать рядом со своим телом Что ж, начнем с того, что для этого потребуется чудо Поскольку, если бы я вышел из своего тела Оно бы просто упало на пол Как упадет мой пиджак, если я его сниму? Оно бы просто лежало на полу В нем бы не было никакой жизни Как только бы я из него вышел Если вы могли меня увидеть, вы бы могли сказать, что это я И послушайте очень внимательно Поскольку я не могу уделить этому сегодня много времени Мне нужно сесть на самолет и прийти домой Итак, послушайте Ваш духовный человек Должен питаться так же, как и ваш физический человек Бог дал пищу для вашего тела Он дал пищу для вашего разума И Он дал пищу для вашего духа Но Он не будет вас кормить Вы ответственны за то, чтобы делать выбор И питать себя Аминь Ваша мама уже давно перестала вас кормить И такой вход вещей И дух питается духовной пищей Тело питается физической пищей И разум питается интеллектуальной пищей Душа, которая состоит из вашего разума Вашей воли и ваших эмоций Является частью вашего духа Она там Она не здесь Мозг здесь И душа использует мозг Чтобы контактировать с интеллектуальным миром Через физическое тело Богач, о котором говорил Иисус Умер, пошел в ад И он поднял свои глаза и увидел Абрама Помните это? Он был в аду И его тело там не было, не так ли? Его тело было где-то там, в могиле И его мозг тоже был в той могиле Его мозг это физический орган И тем не менее Абрам сказал ему Сын, помнишь? Его память была не в его мозге, не так ли? Его память не повредилась Она была там, в нем Она была в его духе Его разум был в его духе Есть люди С их разумом все в порядке Но их мозг поврежден И разум не может через него пробиться Я сказал все это потому, что я хочу, чтобы у вас была ясная картина Этот духовный человек был рожден свыше И ваше тело не может жить без вас Но вы можете жить без своего тела Выйти из тела Значит, выдвориться у Господа И нам нужно делать акцент на этом внутреннем человеке Это настоящий вы Пусть спастится ваше тело Если хотите Но не ограничивайте в пище свой дух Питайте этого духовного человека Словом Божьим Питайте его так, как я говорил вам сегодня Размышляйте над этими вещами Займите там свое место И возвращаясь к плодам духа Любовь, радость, мир, благость, скротость, доброта, воздержание На таковых нет закона и так далее Это духовные силы, которые были рождены В вашем духе Когда вы родились свыше Это те же самые силы Которые есть в Духе Святом Который родил вас Слово Божье Было тем семенем Которое дало рождение Мы были рождены свыше не от тленного семени Но от нетленного От Слова Божьего Живого и пребывающего в век Нет духовных врожденных пороков Вы не получили дух В котором нет достаточно веры Вы не получили дух В котором нет никакого терпения Вы не получили дух В котором нет никакой любви Радости, мира, благости, кротости, воздержания Вы не получили дух В котором ничего этого нет Оно все там Фактически Позвольте мне вам кое-что сказать Это духовное существо Простите меня за то, что Объясняя вам это Я провожу целый курс по живому существу Но это единственный известный мне путь Как донести это до вас У вашего духовного человека есть внутренности Так же, как и у вашего физического тела И они выполняют ту же самую работу Когда вы едите физическую пищу Ваши внутренние органы делают то, что они делают с этой пищей Расщепляя ее, химически расщепляя И направляя питательные вещества туда, куда они должны идти Чтобы дать вам силу, энергию Называемую силой Ваш духовный человек берет Слово Божье И питается им И эти духовные силы расщепляют Питательные вещества Слова Божьего Обетование Божье И производят веру Вера приходит от слышания А слышание от Слова Божьего И чем больше вы питаетесь им И применяете его Применяете его Применяете его Благодарение Богу У меня есть терпение Не ходите и не говорите О, у меня нет просто никакого терпения У меня просто нет никакого терпения Что ж Вы просто сеете семена для своего собственного разрушения У вас есть терпение Оно там У вас есть терпение И вера Они силы близнецы Они работают вместе Начните исповедовать это И питаться Словом Божьим в отношении этого Вы праведность Божья, вы были рождены Словом Божьим. У вас должно быть там терпение, поскольку это часть ваших внутренностей. Но понимаете, это происходит в Духе. Именно так ваш Небесный Отец относится к вам в Духе. Он хочет, чтобы вы двигались дальше. Давай, это замечательно, что я питаю вас молоком. Но я хочу, чтобы вы шли туда и начинали воскрешать мертвых, помогать людям исцеляться, начинали где-то пробуждение. Боже мой, давайте построим еще больше церквей. Давайте действовать, действовать. И вы начинаете говорить, слава Богу, я как мой папа. Я как мой папа. Аллилуйя! Есть христиане, которые сжуют свой язык, прежде чем скажут это. О, но, 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 но. Я бы не хотел говорить, что я как Бог. Именно поэтому вы и не такой. Но Писание говорит в 5 главе послания к Ефесянам. Подражайте Богу, как чадо, возлюбленные. Подражайте или копируйте. Имитируйте. Подражайте Богу, как дети подражают своим родителям. Когда Бог сотворил человека, Он воспроизвел Себя. А когда Он родил вас свыше, Он воспроизвел Иисуса. Воскликните кто-нибудь. Аминь. На этих собраниях, на этой неделе, на которых у меня есть привилегия проповедовать вам, и то слово, которым у меня есть привилегия делиться с вами, мы будем искать понятие и концепцию того, что, я верю, всем своим сердцем является ключом к Новому Завету. Помню, когда я впервые ухватился за это, когда понимание этого действительно осенило мой дух, и я увидел это, это было одной из семи вещей тогда, тогда, в самом начале нашего с Глорией служения. Было семь разных вещей, которые мы узнали практически все их вместе. Это было прямо в первые 18 месяцев нашего служения, которые полностью изменили нашу жизнь. Это изменило нас. Это полностью перестроило наше мышление. Обновило наше мышление так, что мы уже не мыслили так, как мы мыслили 18 месяцами раньше. Это не было чем-то, что мы делали только по воскресеньям или пару дней в неделю. Это полностью изменило весь наш образ мышления. И одно из этих вещей, даже три из них, которые настолько изменили нашу жизнь, было то, что мы узнали об абсолютной честности, целостности записанного Слова Божьего, честности Бога, что Он спешит исполнить Своё Слово, и что Его записанное Слово – это Его вечное обязательство. И затем, по мере нашего изучения, мы пришли к осознанию того, что записанное Слово Божье – это клятва народу Божьему, данное на крови. Что ж, такое изменит жизнь любого, когда вы ухватываетесь за это. Затем, ухватившись за это, мы начали верить тому, что в нем написано. Мы не просто говорили «мы верим этому», мы не просто говорили «о, да, аминь», понимаете, но действительно поступали на основании этого и начали изменять свою жизнь и искать вечные реальности в том, что мы получили. Следующим была та сила, которая высвобождалась, когда мы вкладывали Слово Божье в свое сердце и говорили его верой. Жизнь и смерть во власти и силе языка. И следующим было то, чем я хочу делиться с вами на этой неделе. И мы поняли, что это было ключом ко всем этим вещам. И я говорю о силе праведности. Именно это мы и будем разбирать. И позвольте мне пояснить вам, что я имею в виду под концепцией. Концепция, понимание. Когда у вас есть концепция и понимание чего-то, тогда у вас начинает формироваться связанное с этим представление и идеи. На самом деле, когда вы задумываетесь об этом, это процесс, который мы используем постоянно. Именно поэтому вы когда-нибудь слышали слово «изучение»? Изучение. Вы знали, что это библейское слово? Это не какое-то плохое слово. Это библейское слово. Библия говорит, изучай, чтобы представить себя проверенным. Что происходит? Когда вы изучаете, вы начинаете совершенствоваться. Почему? Вы начинаете получать концепцию, понятие. Затем вы начинаете получать духовно вдохновленные идеи, которые приходят от Бога, и они изменят вашу жизнь. И именно этого мы и ищем, говоря о реальности праведности, о силе праведности. Праведность – это не просто религиозное слово. С годами слово «праведность» было орелигиозено. Когда оно впервые было написано, оно не использовалось только в церкви. Но со временем наш язык изменился, и теперь мы используем слова «праведный» или «праведность» только увязывая их с Библией, поскольку только там их теперь и можно встретить. И вы слышите такие слова, как «биль о правах», «у нас есть определенные права», «у меня есть на это право». Фактически, это то же самое слово. Правота. Правильность. Вы когда-нибудь осознавали, как трудно победить того, кто прав, и он знает, что он прав. И неважно, если все остальные думают, что он не прав. С таким человеком трудно справиться. Если он знает, что он прав, кто он? В этой конкретной теме он праведен. Именно так раньше использовалось это слово. Он прав. Он знает, что он прав. Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то говорил, «делай то, что является правильным». Конечно, все зависит от того, что вы под этим имеете в виду или что по вашей концепции является правильным. И мы сталкиваемся, я говорю сейчас об Америке, остальной мир сталкивается с этим уже гораздо дольше, чем мы. Но в Америке у нас растет четвертое поколение людей, которых никогда не учили, или у которых нет никакого понятия чести. Поколение без чести. Это было удалено из школ в 60-х годах, поскольку слишком напоминало Библию. Что ж, оно не напоминало Библию, оно пришло из Библии. Библия говорит, что честь приходит от Бога. Честь. И можно заменить слово «честность». И честность можно заменить словом «честь». Поэтому, когда кто-то говорит многим из этого поколения «делай то, что является правильным», они отвечают «О, да, я буду делать то, что является правильным». В их понятии это «делай то, что является правильным для меня». Почему ты украл это? Я в действительности это не крал. Что значит «ты в действительности это не крал»? Ну, вы же ведь не хотели, чтобы я лишился своего дома, не так ли? Лишился своего дома. Какое отношение к этому имеет твой дом? Ну, я уже просрочил с выплаты тех трех платежей за мой дом. Если бы я не занял эти деньги у вас, я бы... Ты их у меня не занимал, ты их у меня украл. Если бы ты сказал, я бы тебе их дал. Самое смешное здесь то, что я перехожу к ситуации, которая произошла в одном христианском служении. Когда одна сотрудница их офиса, которая занималась бухгалтерией, выписывала чеки, выписывала себе чек, чтобы оплатить им очередную выплату за свой дом. И она думала, что это было нормально. Точнее, она не думала, что это было нормально. Она убедила себя в том, что это нормально. Она действительно убедила себя. Ну, вы же ведь не хотели, чтобы я лишил своего дома, не так ли? Дело не в этом. Что это? Бесчестие. Здесь нет понятия чести. Если вы говорите, делай то, что является правильным, а в представлении понятия этого человека, это значит, делай то, что является правильным для меня. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Это не честь. Когда это становится делом чести, вы делаете то, что является правильным, и вы делаете это, потому что это правильно. По одной лишь только причине, что это правильно. Даже если никто в мире, возможно, никогда об этом не узнает, это все равно неправильно. и затем вы делаете это правильно. Итак, послушайте. Ухватите концепцию внутри этого. Вы делаете то, что является правильным. Что это? Праведная вещь. И правильность имеет силу. Это больше, чем просто идея. Правильность имеет силу. Вот эти две темы, честь и праведность, настолько иллюзорны. Нужно ухватиться за их концепцию и развивать ее, пока они не станут реальностью. им нужно как учиться, так и чувствовать их. Честь – это что-то, в чем есть здравый смысл. Может быть, что-то такое, что для всех остальных кажется просто настолько запутанным и серым. Там ничего не понятно. Нельзя четко увидеть, где там черное, где белое. Оно все просто серое. Все смешано. И кто-то приходит и говорит, я не знаю, из-за чего вся эта суета. Это неправильно. У этого человека есть базовый стандарт, которому он следует и подчиняется, которым может быть только Слово Божье. Почему? Потому что Бог прав. Бог прав. До тех пор, пока Адам был прав, у него была сила. А вы ухватываетесь за то, что я говорю. Что сделал Адам? Он поступил бесчестно по отношению к Богу. Он сказал одно, а сделал другое. Он согласился с Богом в отношении Божьего наставления, но потом сделал как раз обратное. Как только он поступил бесчестно, он уже больше не был прав. Он потерял свою силу. Теперь вы видите, где сила соединена с правотой. Вы просто чувствуете это. Немногие знают, понимают и осознают эту силу, стоящую за всем этим понятием. И те немногие, которые понимают и осознают ее, всегда весьма успешны. Весьма успешны. Невозможно помешать им быть успешными. Изучите жизнь Иосифа. Куда бы вы его не поместили, вы продаете его в рабство, а он в конечном итоге становится владельцем всего, что вы видите. помните, когда они продали его, они продали его высокопоставленному офицеру, который был богатым человеком. У него была своя собственность. И когда Иосиф пришел туда, там все начало умножаться, и дела пошли лучше. И тот человек сказал, «С тобой Бог! С тобой Бог! Это Бог! Ничто другое этого не сделало бы. Такого раньше не происходило. Сюда приходили другие, но такого не происходило». Но что произошло, когда испорченная жена этого человека, которая очень ревновала его, она завидовала тому общению, которое было у ее мужа с Иосифом, что между этими мужчинами было что-то, что было праведным. Ей это не нравилось. Почему Иосиф не обращает на меня достаточно внимания? В конце концов, что я здесь, пустое место? Это можно просто слышать. Поэтому она решает, я уничтожу его, уберу его отсюда. Что ж, ее образ мышления, возможно, разрушил все вокруг нее, поскольку то, чем она наслаждалась, пришло благодаря тому, что пребывало на Иосифе. Все деньги, которые у нее были, все сокровища и богатства, которые у нее были, то, что улучшилось в ее жизни, ее социальный статус, приходили именно от того, кого она пыталась уничтожить. Но она не имела об этом ни малейшего понятия. Она не поняла даже больше того, когда Иосиф не захотел иметь с ней ничего общего. Почему он не имел с ней ничего общего? И это было неправильно. Это было не только безнравственно перед Богом, но это было безнравственно в его мышлении, из-за того завета, который был у него с его хозяином. Он принадлежал тому человеку. Но Иосиф не видел себя рабом. Он видел себя состоящим в завете с тем человеком, и он намеревался делать того человека преуспевающим. Вот что делает честь. Честь всегда бьет дьявола его же оружием. Невозможно удержать человека чести внизу. С годами разные люди в армии увидели, что эти вещи работают, и они являются базовыми истинами, которые будут работать для любого, кто приведет их в действие. Они не работают в своей полной мере до тех пор, пока вы не соединитесь с Иисусом, поскольку в Нем вся полнота. Аллилуйя. И мы, походу, поговорим здесь кое о чем. Ну, например, морская пехота Соединенных Штатов. Для того, чтобы обучать свой личный состав, чтобы вывести их на желаемый уровень, чтобы вывести боевые войска на желаемый уровень, они должны дать возможность каждому отдельному человеку быть обученным. и до тех пор, пока этот человек продолжает находить оправдание своим провалом, своей вялости и еще чему-то, его невозможно учить, его невозможно тренировать. А вы когда-нибудь пытались учить кого-то, кто не брал ответственность за ошибку? Единственный путь, как можно кого-то учить, это исправлять ошибку. Вы не можете побеждать и достичь того, к чему вы стремитесь, пока не будете готовы принять ответственность за то, что были неправы. Итак, что они делают? Первое, что происходит, вы приходите в морскую пехоту или в другие войска, но сегодня в качестве примера я использую морскую пехоту. Все наши военные академии обучают таким образом. Благодарение Богу, некоторые из них по-прежнему это делают. И колледжи, и университеты, которые утратили это, люди учатся в них годами, тратят большие деньги, заканчивают их и по-прежнему ничего не знают. Потому что, ну, это нормально, совершают такую ошибку. А тех пор, пока вы чувствуете себя вполне комфортно, это нормально. Говорите это так, как вам хочется это говорить. Делайте это так, как вам хочется это делать. Нет, есть пути, которые не являются правильными. 2 плюс 2 не равно 5. Даже если правительство издаст закон и скажет, что это равно 5. Не равно. Почему? Потому что 2 плюс 2 равно 4. Является истиной. Это истина. И она не нуждается в пересмотре. Итак, первое, чему вас учат, это у вас на все есть только один ответ. это всего несколько слов. Три слова. Если вы скажете что-то другое, у вас будут большие проблемы. Большие проблемы. Ваш единственный ответ это никаких оправданий, сэр. Не просто никаких оправданий. Нет, этого недостаточно. Вы должны добавлять, сэр. Вы должны добавлять честь в это равенство. И если вы научитесь этому с Богом, вы далеко продвинетесь в структуре силы Божьей, о которой вы плакали и просили Бога все это время. Как? Я вижу кое-что в Библии. Вы имеете то, что говорите. Я встаю и говорю это снова, 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 но этого не происходит, Господь. Почему оно так? Я просто этого не понимаю. Я этого не понимаю. Что ж, я скажу вам, это потому-то и потому-то. Да, но не значит, что это нужно делать. В конце концов, посмотрите, что она мне сделала. Она первая на меня плюнула. Так вы никогда туда не придете. А вот когда вы говорите, да, сэр, я это сделал. На этом оно и заканчивается. Правильно или неправильно, Бог позволит вам поступать по своей воле и по-своему. Именно вы приводите в действие либо праведность, либо грех. Вы приводите это в действие. Есть много всего. Что в это вовлечено? Но когда вы добираетесь до сути, Бог оставит за вами право выбора. Он сказал, «Жизнь, смерть, предложил я тебе, благословение и проклятие. Поэтому ты избери жизнь». Но вы должны сделать этот выбор. И когда вы начинаете ходить в том понятии и концепции, о которой мы будем говорить, вы начинаете осознавать, что вы ходите с Богом, в Боге, Богом, для Бога, под Богом. и Он ходит в вас, через вас. И когда вы ходите вместе, и он никогда не будет неправ. И когда вы осознаете это, и вы начинаете делать то, что является правильным, вы начинаете ходить в праведности Божьей с практическим понятием этого. И вы пробуждаетесь к ней, тогда приходит сила, и она начинает становиться все сильнее, 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 сильнее. И фактически, нет предела ее способности становиться сильнее. Нет предела тому, чтобы становиться сильнее. Но вы скажете, «Ну, Бог наверху всего». Да, вы наложите на него ограничения? Сильно, это как сильно? Аминь. Давайте откроем наши Библии на 32-й главе книги пророка Исаии. Итак, подмечайте силу праведности. Мы увидим эту концепцию и понятие. 32-я глава книги Исаии, 17-й стих. «И делом правды или праведности будет мир». Мир переводится как полнота, целостность, завершенность. Он переводится как преуспевание. его дословное определение «все на месте, ничего не сломано». И теперь посмотрите на это. «Делом праведности будет полнота, целостность, все на месте, ничего не сломано, и плодом правосудия или праведности спокойствие и безопасность». «Как долго?» «Во веки». «Вечно». 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 «Внутри вас есть вечная сила». Я хочу, чтобы вы ухватили за это. Понимаете, если есть плод, тогда должна быть сила. Если что-то производится, тогда там должна быть сила. Это должна быть сила, которая может изменять все с громкого на спокойное, с тревоженного на уверенное и безопасное. Поэтому там должно быть что-то, что имеет силу изменять обстоятельства. Аминь. Должно быть. Потому что, прочитайте это еще раз, «Делом праведности, делом праведности будет мир, целостность, полнота, все на месте, ничего не сломано, преуспевание, во всех сферах жизни и плодом праведности, спокойствия и безопасность вовеки». Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных. Теперь приравняйте это к своей личной жизни. Здесь должно быть доступно что-то, что фактически может встать впереди меня. Это не что-то, что будет после того, как вы умрете и попадете на небо. Вы станете праведными не после того, как пойдете на небо. Если вы не станете праведными, пока находитесь здесь, на земле, вы не пойдете на небо. Вы не попадете на небо неправедными. Нет, оно так не работает. И мы разберемся со всем этим. Это все легко. Аминь. Это все связано с этим местом Писания. Но это вечная безопасность. Это вечное спокойствие. Это вечная полнота всего. Полнота всего. Именно поэтому оно переводится как преуспевание. Преуспевание – это больше, чем деньги. Но деньги являются частью преуспевания. Понимаете, можно иметь кучу денег и нисколько ими не наслаждаться. Но Библия говорит, Он дал нам все для наслаждения. Аглория. Библия говорит, благословение Господнее, оно обогащает и печали с собой не приносит. Когда вы преуспеваете в Боге, там есть еще кое-что. Там должен присутствовать этот элемент для того, чтобы вы преуспевали в Боге. И когда там присутствует этот элемент, и вы знаете это, и вы знаете, как в нем ходить, и понимаете это, и вы знаете, что повреждает его, и вы знаете, что является для него нечистым, так, чтобы Бог не был вынужден ограничивать эту силу, даже несмотря на то, что она в вас. И вы это знаете. Тогда в вашей жизни перед вами есть что-то, что изменяет те вещи, которые будут нарушать ваше спокойствие, которые будут забирать у вас ваше преуспевание. Что-то, что порождает и приводит те вещи, которые отвечают потребностям вашей жизни, отвечают радостям вашей жизни и исправляют ваши обстоятельства и ситуации до того, как вы с ними сталкиваетесь. Когда Иисус повернулся и сказал, идите в такое-то место, и вы найдете там молодого осла, на котором никто никогда не ездил, и приведите его ко мне. Они спросили, Господь, что если нас просят, зачем мы отвязываем этого осла? он сказал, скажите им, что он нужен Господу. И я вам кое-что скажу. Не пробуйте это, если только в вас не работает сила праведности. Вас арестуют. Аминь. Откуда он это знал? Вы скажете, ну, Бог ему сказал. Что ж, Бог, он кто? Бог праведный. Он ему это сказал. И он прав. И он полагался на эту правоту. Разве вы не помните, что он сказал? Я говорю только то, что сначала слышу, как говорит мой отец. Я делаю только то, что делает мой отец. Это было открыто ему. Поэтому он просто двигался в Духе Святом. И что произошло? Кто-нибудь из вас пробовал ехать на молодом осле, на котором никто никогда не ездил? Вам придется потратить на это целый день. Я вам гарантирую. Для него это не подходило. Они привели к нему того молодого осла, и он сел на него, и тот ослик просто повез его через весь город, ни разу не сбрыкнув и не проявив упрямство. Вы скажете, да, ну, это был Иисус. Нет, послушайте, это был не просто Иисус, это была праведность Божья, в нем и на нем. Она укротила этого осла до того, как он на него сел. Почему? На основании вот этого местописания, был частью его преуспевания. Он не имел полноты без него. Поэтому праведность Божья показала Иисусу, где он был. Показала ему, какой осел, почему именно он, и что делать, чтобы его к нему привели. Итак, помните это? Он вернул того осла полностью объезженным. Так что этот осел был в более лучшей форме, чем тогда, когда его к нему привели, не так ли? Это то, что всегда честно так поступить. Аминь. Это честно вернуть мальчику двенадцать полных коробов вместо одной полной корзинки с обедом. Понимаете? Праведность сказала, там на углу будет стоять человек с кувшином в руках. Поговорите с ним, потому что именно он приготовил место для этой Пасхи. И увидьте разницу между это прямо здесь, в этом месте Писания. Им нужно было это место. У Бога был человек, чтобы это сделать. Праведность Божья в Иисусе двигалась впереди Него, для Него, постоянно принося обеспечение. Скажете, что это небогатый человек? Вы шутите? Иисус постоянно ходил в правоте Божьей. И правота все изменяет, делая все правильным. Это не было правильным, что им негде было есть эту последнюю Пасху. Иисус знал заранее, что делать. Просто подумайте о последних двух неделях или о том времени, когда вы были расстроены. Если бы вы точно знали, что делать, вы бы не были расстроены. каждый раз лежа в кровати вы не говорили «О, именно это я и буду делать. Я и сделаю это утром. Именно это я и должен здесь сделать». Именно поэтому я так расстроен. Это не согласуется. Вы были расстроены как раз потому, что не знали, что делать. Вы не знали, как поступить. Если бы вы знали, вы бы «Где вы возьмете эти деньги, что я буду теперь делать? Что я буду делать? Я просто не понимаю, что я буду делать? Что ж, неужели что-то бы изменилось, если вы просто легли спать? Разве не так? Но когда вы учитесь тому, как ходить в понятии и концепции силы праведности, вы ходите в ней и развиваете праведное сознание в отношении себя вместо сознания греха и поражения. И реальность праведности становится важной и значительной внутри вас, что это не то, что у вас есть, это то, кем вы являетесь. И когда эта концепция и понятие начинает развиваться, вы можете достигнуть такого состояния, когда вы говорите, я не знаю, что делать, но какая разница? Бог знает, я буду спать. Нет смысла нам обоим не спать. И мы с Глорией не сразу научились ходить в этом до такой степени, но скажу вам, оно все изменило. Как только мы сделали первый шаг 30 с лишним лет назад, когда мы только-только узнали, что мы были сделаны праведностью Божьей, я пришел в такой восторг, что с трудом мог говорить. Я осознал, что то, что я говорю, происходит. Что ж, очень мало из этого происходило моментально, за исключением плохих вещей. Плохие вещи происходили практически моментально, поскольку я был настолько сильно в них развит. Я верил в них, когда я говорил, это рухлядь разваливается на части. Я верил, что это была рухлядь. Я верил всем своим сердцем, что она разваливается на части. И у меня не хватало здравого смысла не говорить это. Я вам гарантирую. Разрушительная сила сомнения и неверия разорвет на части все, что у вас есть. Если вы думаете, что страх не обладает силой, тогда вы не очень наблюдательны. Страх может и загонит вас в могилу. Он имеет силу изменять физическую структуру вашего тела. Вы можете настолько бояться, что это изменит цвет ваших волос. Вы можете настолько бояться, что это повлияет на ваше зрение, повлияет на вашу способность говорить и приведет вас в такое состояние, когда вы даже не можете связно мыслить. не говорите мне, что у страха нет силы. Если страх может это делать, если страх может сделать вас больным, почему бы вере не сделать вас здоровыми? То же самое справедливо в отношении праведности Божьей. Аллилуйя. Как я уже раньше сказал, это ключ к Новому Завету. Давайте сделаем несколько утвердений, которые вы сможете записать. Итак, праведность, запишите это. Здесь говорится плод праведности, спокойствие и безопасность или уверенность. Скажите уверенность, скажите это громкость какой-то силой. Это уверенность. Это данная Богом способность стоять в присутствии Бога Отца без чувства вины, осуждения неполно или неполноценности. Как если бы греха никогда не существовало. И религия этому не учит. религия религия всеми силами борется с праведностью. Религиозные сомнения и неверия приведут вас к состоянию неправедности быстрее, чем винный магазин. заставят вас сомневаться в вашей праведности. Потому что наша праведность это праведность Божия. Это не наша собственная развитая благость или праведность или святость или что-то еще. Праведность это способность стоять перед лицом сатаны без всякого страха и смело противостоять ему, ожидая, что он убежит. Обязательно запишите это. Каждое чадо Божье. Каждый из нас. Каждый человек, который сделал Иисуса Господом в своей жизни, занимает одно и то же положение перед Богом. Нет разницы. Нет разницы между культурами, нет разницы между расовыми различиями. Это не имеет к этому абсолютно никакого отношения. Я даже не знаю, как еще это подчеркнуть. не имеет к этому совершенно никакого отношения. Если Бог требует, а Он требует, что человек должен принять жертву Иисуса, за грех мира? Бог и Он праведен. Он праведен, поэтому Он не лицеприятен. Аминь. И послушайте сейчас очень внимательно. Если Бог требует, чтобы каждый человек принял жертву Иисуса, принял пролитую кровь Иисуса, принял имя Иисуса для прощения греха, тогда каждый человек принимает эту жертву, эту кровь, это имя для прощения греха, тогда, когда человек принимает эту жертву, эту кровь, это имя для прощения греха, тогда Бог должен принять этого человека, как если бы греха никогда не существовало. если это не так, тогда он неправеден, он неверен, он не заслуживает доверия. Вот это будет день. Праведность Божья. Аллилуйя. И жертва Иисуса на кресте. Он взял наш грех. Он стал грехом, взяв наш грех. Он был не просто вменен ему. Вот где религия оставляет людей в подвешенном состоянии. Говорю вам, люди спорят и ссорятся из-за этого. Хотя тут не о чем спорить. Если есть что-то, что касается ада, если есть что-то, что касается греха, что касается болезни, что касается нищеты, чего Иисус не взял на себя, тогда вам никуда от этого не деться. Люди спорят и ведут маленькие воины по поводу того, в чем нет никакого сомнения. Если мы просто обратимся Говорит Слово Божье. Итак, он был сделан грехом, взяв наш грех? Совершил ли он грех? Нет. Был ли он грешником? Нет. Оставайтесь сейчас со мной. Адам позволил греху взять над ним вверх по своей собственной воле. Библия говорит, что Ева была обманута, а Адам нет. Из-за греха он позволил сатане взять над ним верх. Аминь. Иисус позволил сатане взять над ним верх. Он позволил греху взять над ним верх, не совершая грех, а через жертву. Библия говорит, он сделал себя послушным смерти. Вы теперь это понимаете? Наша собственная праведность, наши хорошие дела, наша попытка очистить себя, Писание говорит, что это как запачканная одежда. Почему? Потому что это идет дальше уровня плоти. Плотские религии могут это делать. И даже атеист может научиться командовать своей плотью. Вам придется заставлять ее, резать ее, бить ее и сурово ее наказывать, чтобы в конечном итоге заставить ее делать то, что вы хотите, чтобы она делала. И это не то, как все это делает Бог. Бог делает это, изменяя человека внутри, позволяя праведности поглотить это. И позволяя Слову Божьему отделить вас от проблем, плоти, когда вы становитесь сведущими в Слове праведности. Как говорит Писание в 5-й главе послания к евреям. Пробудитесь к праведности и не грешите. Вы не совершили никакой праведности. Иисус не совершил никакого греха. Он был сделан грехом. О, вы должны это понять. Он был сделан грехом, взяв наш грех. Тогда как мы были сделаны праведностью Божьей, неправедностью человеческой, неправедностью человеческой. Вот в чем разница, понимаете? Бог настолько прав. Он сверхъестественно прав. И он никогда не бывает неправым. Почему Бог не может солгать? Там не говорится «Бог не лжой». Там говорится «невозможно Богу солгать». Если Бог пришел сегодня сюда и сказал «Какой замечательный вторник». И кто-то скажет «Нет, Господь сегодня пятница». Уже нет. Почему? Потому что праведность проговорила и превратила ее во вторник. Вы понимаете, что здесь говорится? Вы видите за этим силу праведности? Итак, Иисус нашим грехом был сделан грехом. Но мы не были сделаны праведностью человеческой. Мы его праведностью были сделаны праведностью Божьей, которая была рождена в нас, вложена в нас, когда мы приняли его как Господа и Спасителя. Поэтому эта праведность, которая есть в вас, не является человеческой праведностью, это не подверженная ошибкам праведность, это не запачканная одежда, это одежда славы Божьей, которая была передана внутрь вашего Духа. Поскольку вы не только умерли с Ним, вы и ожили с Ним и посажены с Ним на небесах. И эта праведная сила внутри вас, праведность, уверенность вовеки находится там. Бог разработал путь того, как вы, я или любой другой человек на земле, который захочет это сделать, может стать частью небесной и земной Божьей системы наград и благословений. Послушайте, я могу присоединиться к могущественным благословениям Божьим, пребывающим на Билли Грэме или на любом другом великом пророке и апостоле Божьем, помогая им делать то, что они делают. Аминь. Бог нелицеприятен. Аллилуйя. Вы можете стать частью того, что мы с Горией и все сотрудники нашей миссии получаем в качестве Божьих благословений и Божьей награды, помогая нам делать эту работу. Все очень просто. Но как раз все, что делает Бог, является простым, реальным и эффективным. Отец, я молюсь за тех людей, которых ты призываешь и о которым ты говоришь сеять в это служение. Во имя Тебе, Господь Иисус. Мы принимаем это во имя Иисуса. Аминь. Если Господь ведет вас это делать, молитесь об этом. И действительно верьте, что Бог ведет вас это делать. Если вы хотите заказать наши книги, воспользуйтесь информацией, которую вы видите на экране. До встречи, а пока помните, что Иисус Господь. Иисус